была. Почему отказались? Опять-таки посчитали. Если ты в Финляндии проводишь один месяц в году и знаешь, где можно выгодно арендовать коттедж, а мы 8 лет подряд ездим в одно и то же место, где нам очень нравится, то выяснилось, что экономически невыгодно. Но мы по Финляндии действительно смотрели, делали расчеты, то же самое делали по Болгарии. То есть в Болгарии еще пару лет назад за 700 евро метр продавались дома в 150-200 метрах от берега моря. Но от Болгарии отказались, потому что там скучновато. Поехать некуда. В Финляндии в этом смысле интереснее, но там тоже цены на недвижимость такие. Если прямо на Яр-Веранта, то есть берег озера, это примерно раза в три дороже, чем дом, который в пяти километрах от озера стоит. То есть колоссальная разница. То есть там можно относительно недорого купить, ну скажем так, просто дом для проживания Макоти Тала. Ну вот то, что вы, постоянный арендатор, дает вам какие-то скидки, какие-то финансовые преимущества? Небольшие дает. То есть я всегда плачу несколько меньше, чем показано на сайте у моих хозяев. А проблемы? Аренда за рубежом? Финны планируют заранее. То есть вот если вы хотите отдохнуть в этом месте летом 2010 года, уже нельзя, все забито. 2010. То есть за два года вперед уже все распределено. Финны планируют заранее. Дальше. Вот вы употребили вначале слово отдых. Ну каждый сам выбирает, что ему нравится. Кто-то с рюкзаком и в горы, а кто-то хочет в отеле на всем готовом. Именно отдохнуть от всяких забот. Вы путешествуете? Отдых в коттедже – это не совсем отдых. Потому что ты сам себя кормишь, ты сам прибираешь в доме, ты ездишь в магазин за продуктами и так далее. То есть забот хватает. Но это интересно. Кому нравится, тот выбирает такой отдых. Мне и моей семье это нравится. Вы выбираете для себя путешествие, я правильно понимаю? Это вот что для вас? Ну в общем-то да. То есть мы когда находимся в Финляндии, мы где-то километров сто в день в среднем проезжаем. Иногда и за 200 километров куда-то едем. И вы ни при каких обстоятельствах не хотите себя сковывать какой-то точкой на карте, от которой вы будете зависеть или ваше свободное время? Ну скажем так, если это в Болгарии, допустим, в городе Поморье, где мы 4 года подряд арендовали квартиру, не хотелось бы, потому что там в общем-то нечего особенно в округе смотреть. А вот если, допустим, это где-нибудь в Словении, в районе Порторожа, когда до Триеста 20 километров, до Венеции 150 километров, до Австрии 150 километров, там можно и в Хорватии, Словении, там есть на море, на Адриатическом в этом смысле. Ну вот скажите мне, просто у меня назрел такой финансовый вопрос к вам. Вы подсчитывали вообще, сколько, какое количество денег вы потратили за все это время на аренду всевозможных домов и квартир? Может быть, все же было выгоднее сложить все эти деньги и купить какой-то дом? Не, подсчитывали, невыгодно. Не выгодно? Не выгодно. Ну вот Словению же вы назвали, вот это вот место, где все рядом, действительно, особнячок туда, всей семьей и путешествую вокруг, сколько хочешь по Европе, по всей. Соблазнительно, но пока не было выгодно, подсчитывали. Может быть, когда-нибудь и купим. Спасибо. Спасибо. Игорь, а вы можете как-то прокомментировать слова нашего гостя? Ну я скажу, наш гость счастливец, он может найти три месяца в году, чтобы отдыхать за рубежом, но рабочий человек, я скажу так, более трех-четырех недель в году найти не может. Он еще больше счастливец, он сам все это заказывает. Ну да. Но вот смотрите, тут были сказаны ключевые слова. То есть есть определенный класс людей, которые снимают недвижимость в аренду за рубежом. Вот на этом инвестор и зарабатывает. Плюс еще можно сделать такую схему, когда инвестор, вложив какую-то часть в недвижимость, остальное берется с помощью ипотеки, пользуется этой недвижимостью пару недель в году, а потом сдает все остальное в аренду. И в некоторых странах, на некоторых рынках можно сделать так, что недвижимость становится самовыкупаемой. То есть она сама себя выкупает потихоньку. Это очень интересная стратегия, и как бы это может выступать как пенсионный фонд. А вот этого небольшого сезона туристического достаточно для того, чтобы окупить? И как много времени необходимо потратить на то, чтобы окупились апартаменты в Болгарии, например? Так, ну если по Болгарии посмотреть, во-первых, нужно обращать внимание на инфраструктуру для сдачи в аренду. Сколько недель в году можно потенциально сдать этот объект? Вот опять же, золотые слова. Продолжительность сезона во многом не определяет доходность этой недвижимости. Скажем, там где-нибудь горнолыжные курорты 2-3 месяца сезон, и все на этом. То есть какие шансы у вас получить хорошую доходность? Или, например, южные страны, где сезон 8-9 месяцев? Самые доходные страны? Ну я скажу, самые доходные страны, где продолжительный сезон раз, инфраструктура, и желательно страна в Европейском Союзе. Скажем так, это тот же Кипр, очень длинный сезон. Анастасия правильный выбор сделала. Да. Я бы сказал, юг Испании, хочется сказать, но дело в том, что в Испании свои проблемы с точки зрения инвестиций в недвижимость. Это не растущий рынок. А вот Греция, кстати, мне кажется, тоже теплая страна, длинный сезон. Да, ну вы знаете, мне Греция самому нравится, но в Греции существует такая проблема. Это очень закрытый рынок. В Греции не существует индекса недвижимости как такового, потому что если иностранец туда приезжает, да, там как бы вот происходит сговор. Непонятно, за какую цену ты купишь недвижимость. А, тут возникает вот эта история с передачей денег. Да, с столом. Под столом, да. Да. То есть ты не знаешь рыночную стоимость этой недвижимости в Греции. И еще самые красивые места в Греции это на островах. А на островах существуют определенные ограничения для покупки иностранными покупателями. И плюс еще, я бы сказал, Греция не может рассматриваться как страна с высоким ростом недвижимости где-то 2-3 процента в год. Но я хотел добавить, что инвесторы, я бы сказал, в 90 процентах случаях ошибочно смотрят на потенциальный, непотенциальный, на рост цен на недвижимость. Нужно смотреть в первую очередь на ликвидность объекта. Да, потому что если рост высокий, скажем 20-30 процентов в год, а ты потом не можешь зафиксировать эту прибыль, то есть перепродать свой объект, то какой смысл этого роста? А ликвидность определяет все то, что вы перечислили. Да. Длина сезона туристического. И еще вдобавок знание окончательного потребителя этой недвижимости. То есть кто стоит в конце этой цепочки. Да кто потом у вас эту недвижимость купит. Спасибо. Спасибо. Сергей, выгодно ли арендовать коммерческую недвижимость за рубежом, на ваш взгляд? С точки зрения инвестора, который рассматривает приобретение недвижимости за рубежом, очевидно он покупает доход. Он покупает арендный доход в первую очередь. И конечно же он будет рассматривать, насколько стабилен и хорошо прогнозируем этот доход. Спасибо. Наш следующий гость большую часть времени живет в России, однако дом купил у себя на родине, в Англии. Легко ли быть владельцем недвижимости в Великобритании? Об этом поговорим с нашим следующим героем. Встречайте партнера компании Antal International Russia, Люка Джонса. Люк, а вот ответьте мне на такой каверзный вопрос. Вы дом купили за наличные или все же пришлось брать кредит? Естественно пришлось брать кредит, но я заплатил за даты 20% от стоимости квартиры, но все остальное это естественно ипотека. А почему вы решили купить дом в Англии, недвижимость в Англии? Ведь мы знаем, поскольку хорошо с вами знакомы, что вы постоянно живете в России, работаете здесь, основной бизнес у вас тут. Ну, в первую очередь, честно, я думаю, что недвижимость в России столько не стоит, как просят. Цены почти как в Лондоне, но в Лондоне, извините, конечно, чуть-чуть стабильнее. Вот это, во-первых, в принципе, да, я работаю, живу здесь, люблю здесь жить, но у меня в принципе статуса нету, я не гражданин России и когда-нибудь вернусь на свою родину. Но тоже я работаю в британской компании, я часто езжу в Англию. Надоело уже жить в гостинице или на диване у друзей. Хотелось свое.